рада приветствовать вас на своем канале и сегодня речь пойдет о моей второй работе которую я выполняю в рамках совместного проекта городские истории которые организовала наталья гевки есть у меня такая интересная заготовочка для часов которую мне подарила ксюшенька мое хобби и давайте поближе рассмотрим саму заготовку фирма хобби арт артикул чека а3 146 часы лондон здесь реклама кому нужен сайт и внизу у нас даны обозначение бисера но не предлагаются какие-либо номера просто идет название цвета розовый темно-розовый светло-коричневый коричневый темно-коричневый и черный дано количество я так думаю бисерин вышивается здесь два круга циферблата цифры и девушка с зонтом плащ предполагается розовым но я еще подумаем возможно сделаю его красным поэтому подбор бисера сейчас вам не показываю а покажу когда будет вышито буду по ходу уже смотреть что мне будет больше нравится то в принципе буду вставлять долго я пыталась присмотреться в какой же технике все-таки выполняется работа но то что злащ и зонтик выполняются техники полукрест это понятно вот с этими кругами я поначалу думала они будут идти строчным швом но как вы видите наискосок стоят точечки все-таки пришивается также швом полукрест хорошо что есть кстати точки буду хотя бы знать как их пришивать эту так наверное долгом удалось разобраться и видите направление бисеринок немного мне кажется разное под неким наклоном чтоб цифры красиво смотрели здесь это надо только пробовать думаю в процессе станет все понятно и работа получится все таки красивой и интересной посмотрим что придумал производитель вот уже и готова моя работа времени заняло не так много хотя по календарным целых три дня работа в принципе легкая отличная отдыхалочка отличный дорожный процесс вышивала я черным бисером циферблат пока ждала ребенка с кружка очень удобно насыпал один бисер себе в коробочку не надо высматривать не надо цвета сравнивать тот или не тот взяла поэтому очень легко очень просто идет работа давайте я вам покажу бисер которые я взяла первый бисер прозрачный с прокрашенной розовой серединкой второй цвет я взяла красный номер 95 076 это такой интересный красный бисер с прокрашенной белой серединкой он дает такой красивый глубокий насыщенный красный цвет он мне очень нравится я рада что я его взяла сюда смотрите какое красивое получилось пальто я вообще люблю такие работы сепии и когда у них есть какой-то один яркий акцент в данном случае поэтому я очень довольна что подобрался именно такой красный цвет далее должен быть светло коричневый это у меня были остатки его надо немного взглядывает юбочкам взяла я остатки и у меня немного не хватило бисеринок буквально пять лишь шесть поэтому я немного юбочку переделала у меня получился вот этот вот розовый распах плаща немного пошире чем должен ну зато мои остатки ушли очень удачно следующий цвет коричневый блестящий серединкой и потом темно-коричневый прозрачный мне нравится как прозрачный цвет дает глубину вот как раз на зонтике глубина получилась блестящий коричневый выделяет и делает акцент на зонтике последний цвет обычный черный не будем на нем долго останавливаться вышивала работу я черной ниточкой циферблат и темный зонтик а пальто уже белой и сумочка давайте я вам покажу поближе у меня также вышита белой ниточкой посмотрите насколько отличается бисер одинаковый но здесь темно-коричневый выглядит еще более темным сумочка более светлая получилось мне кстати так даже нравится больше не должна жена обязательно сливаться с зонтиком вот как это выглядит сзади сразу видно где черная нуточка а здесь беленькая также была у меня на работе небольшая размытость сейчас ее уже не будет видно возле циферки немного значки размывались наверное где-то я случайно капнула напомню что это фирма хобби арт работаю я с ней первый раз такой заготовкой мне повезло что работа не сильно большая поэтому вышилась она быстро стирать я ее не буду возможно это все-таки такая печать была изначально плохо напечатана либо где-то краска потекла у производителя что будьте внимательны с данной фирмой если зашивка не полно можно где-то с краешку попробовать я хотела попробовать на какой-нибудь надписи но сразу же дошила и бегом иду в багетную мастерскую нет у меня времени проверять мокрую работу конечно уже не понесешь забыла еще вначале сказать что-то напечатано на таком плотненьком габардине он проклеен флизелином работа сильно не тянется работы мало поэтому не особо затянулась думаю в багетной все хорошо натянется и сейчас иду в багетную мастерскую через секунду покажу вам что у нас получилось данная работа как она оформилась вот уже и оформились мои часики вы видите часовой механизм есть все работает давайте покажу как же это все выглядит получилось вот такая вот красота все бликует так как здесь обычное стекло стараюсь вам так показать чтоб сильно не отражаться не нашла я где купить часовой механизм пришлось мне вытащить его из своих часиков кошкин дом новой слободы немного не в тон подходит стрелка к плащу девушки и к внутреннему паспорту думали мы какой цвет выбирать паспорту но решили все-таки что под цвет стрелки это будет чересчур ярким лучше под цвет все-таки плаща сам часовой механизм работает довольно тихо плавно от стрелки мне это нравится не люблю когда стрелка дергается и сильно тикает вот такая вот интересная рама она такая состаренная несостаренная под дерево неоднородная тоненький каемочка золотая идет внутри рамочка много углублена получается так вам хорошо показать есть там углубление чтобы помещались стрелочки вставлен дополнительно слой двпшечки чтобы видимо поднять работу над рамкой чтобы было место для механизма два паспорту и задник на который работа натягивалась механизм не придавлен стеклом благодаря чему стрелочка хорошо двигается покажу вам паспорту немного поближе кошмар как все пликует внутренняя паспорту такое красное не яркое хорошая и второе бежевое но здесь показывает светлый цвет по правде она не темнее и рамочка немного темнее не совсем правильно идет цветопередача красивые стрелки в этом часовом механизме они сюда просто отлично подходят предлагали мне купить просто какие-то старые маленькие часы у меня также механизм из часов с такими серебряными просто прямыми стрелками но она только удешевляла как-то работу делая ее некрасивой а эти стрелки такие ажурные такие красивые мне кажется прям специально для этой работы с такого ракурса хорошо видно углубление рамки что работа вставлена не саму раму а вот так вот подальше от рамы возвышение стекла над стрелочкой видно вот такая вот красота в итоге получилась я сама не ожидала что будет настолько красиво но здесь конечно и стрелки сделали свое дело надо все таки подбирать не абы что а то чтобы смотрелось ну во вторых я очень рада что в багетной мастерской мне сделали круглая паспорту не очень удобно было подбирать паспорту так как работа все-таки круглая вокруг нее все белое прикладываешь такой вот треугольничек она за счет того что здесь белая непонятно как работа будет смотреться поэтому закрывали паспорту белые углы и прикладывали к работе долго думали какую ширину давать паспорту началу когда прикладываешь просто к работе кажется что надо делать пошире сантиметра и здесь думали потом я подумала что вот эти вот углы будут чересчур большие пустые была у меня также задумка вырезать здесь на светлом паспорту какие-то резные узоры по типу тех что и тут на стрелках и чтобы сквозь них просвечивалась нижняя красная паспорту мне кажется так было бы тоже очень интересно но в итоге мы потом все-таки сделали такой вариант попроще приходила я несколько раз в багетную мастерскую чтобы определиться с шириной паспорту была работа уже натянута и уже когда вырезана круглая паспорту можно было оценить его размеры и понять сколько же все-таки его оставлять и в итоге вот в этих самых узких местах по моему два сантиметра изначально мы думали даже три три с половиной делать долго я волновалась получится оформить не получится это все-таки мой первый такой опыт мне очень понравился теперь я думаю буду делать что-то подобное почаще есть мне еще в планах несколько часов лежат у меня уже давно заготовки ждут как даже дойдут руки вот страх поборен нашла я тех кто может мне помочь таких необычных оформлениях и теперь думаю приступлю к другим работам подобного плана данной работе как вы видите нарисован лондонский big band поэтому и относится работа к лондону а также девушка с зонтом существует такой стереотип что лондон постоянно окутан плотным туманом на самом деле туман был характерен для лондона в прошлом когда столице было много различных фабрик дома в лондоне также отапливались углем и дым из труб смешивался с туманом образуя такой густой смог который в народе называли лондонский особый или гороховый суп благодаря своему буро-желтому цвету и густоте настоящее время туманных дней в лондоне около 45 в год случается конечно что туман серьезно затрудняет движение транспорта однако густой желтый смог который печально прославил лондонский климат уже ушел в прошлое если посмотреть на статистику то среднегодовое количество осадков в лондоне даже меньше чем в париже и москве этом конечно бывают нередки ливни грозы возможно также и периоды засух если посмотреть на конкретные цифры то за год в лондоне выпадает около 600 миллиметров осадков ну а чтобы полностью развеять стереотип что лондон наиболее влажный климат я вам расскажу о черапунджи это небольшой город в индийском штате махалая город расположен севернее границы с бангладеш и черапунджи считается одним из самых дождливых и влажных мест на земле там выпадает 1177 миллиметров осадков в год что лондон уж точно далеко до этих цифр кроме того в черапунджи зарегистрированы и метеорологические рекорды например самое большое количество осадков в течение года было в 1860-61 году тогда выпало практически 26 с половиной тысяч миллиметров осадков в год самое большое количество осадков за месяц выпало в июле 1861 года и эта цифра составляет 91299 миллиметров почвы черапунджи к сожалению видны потому как вымываются обильными дождями и в основном там ведется добыча известняка и каменного угля на этом пожалуй все благодарю вас за внимание я же с вами не прощаюсь я говорю вам до новых встреч а